ребятки привет это не мое поэтому не торопитесь мне поздравлять это пока еще не мое и короче я я маякну как и как если чё я маякну ребят я сейчас обращаюсь к тем кто возможно меня не смотрит но вот натыкались на видос про перегрев 6 700 и у меня есть что добавить особенно если вы опираясь на вот это моё как-то высказывание мы принимали решение ну не то что опираясь то но учитывая мои мои доводы доводы принимали решение может быть может быть я погорячился ну я погорячился однозначно да то есть там как минимум можно было фактов меньше сыпать да и подумать как структурно эту подать информацию да но я был разочарован я был расстроен я был возмущен я думаю как так что такое и короче вот эти все там сопли слюни смотрите давайте напомню по поводу чего там было вот это вот эмоциональный этот понос я взял 6 700 у включил не максимальные настройки по температуре поднял на максимума и там всего 2 до отключил все беспроводные сети путем активации это как это функции самолет самолет вот открыл дисплейчик подключил по hdmi на камерный монитор ковырялся настройках минут за 30-40 она у меня перегрелась закричала я ей мне очень жарко и там вырубилась я такой как как вообще как так его там было много там в мужчине и так далее хочу немножечко внести правки нет sony мне не заплатили вот если бы заплатили было прекрасно бы я все равно бы как бы это самое я бы с с большей любовью бы наверно правки вносила так я так цинично холодно потому что вот если я и буду ее брать скорее все буду брать то за свои кровные это что мне пацаны вот помогали собирать бабки пацаны огромного спасибо кстати ну вот а когда вот до соберу необходимую сумму но и ладно не об этом сейчас про перегрев значит я сделал повторные дополнительные тесты по какой причине один пацанчик братан не запомнил твое имя не подготовился было поискать короче на по написал мне обратил заострил мое внимание на одном факте который я что-то как-то вот упустил понятно и вот для любого человека который вольт от амперов отличает понятная штука что режим быстрой зарядки вы как способствует большему выделению тепла вот как бы очевидная штука я вот они чет не подумал я не могу сейчас сказать типа что вот прям болт ложу на стечение там да быстро был подключен power delivery не могу этого точно сказать но есть она кстати поддерживает эту хрень но есть у меня стойкое предположение что я использовал этот power bank и использовал либо вот красненький да там quick charge порт либо тайп си который тоже поддерживает быструю зарядку почему стойкая и она прямо усиливается потому что два дня я перед стримом подключал эту камеру в тех же самых условиях то есть аккумулятор внутри подключена зарядка по юсб но обычная не быстрая зарядка подключен hdmi то есть соответственно hdmi работает отдает поток сигнала для стрима открыт дисплей опять-таки режим самолет высокий у настройки по температуре настройки видео 4k а 8 бит 420 25 кадров в секунду выдержка 1 50 первый стрим а ну и понятно запись я нажал кнопку записи то есть не на компе на камере то есть чтобы написал автушку поток шел через hdmi ну грубо говоря ком мой выступал в этот момент на камерным монитором те же пальцы вид сбоку вот то есть никакого технические отклонения не было в один день стрим проработал час двадцать смысле проработал не потому что она типа перегрелась и выключилась нет просто как бы ну я закончил стрим выключил перепроверил температуру по камере выключил камеру взял с дешку закинул файл на комп проверил файл нормальный все окей ну понятно я не просматривал это второй день это два часа 1 50 с чем-то два часа то же самое файл целый все окей также у меня температура была выше 25 градусов ниже 30 ну короче в этом промежутке короче но могло быть там 29 ночь было поэтому днем точно 30 на что мне сейчас одним тридцатка здесь а там ну может 28 было ну вот плюс минус вот вам ориентир вот нагрелся камера конечно же нагрелась я бесконтактным термометром замерил 62 градуса было но отрубалась она чтобы вам не соврать она отрубалась где-то уже где-то 65 примерно за 65 65 типа либо за 65 градусов в этих двух случаях она не достигла состояния когда загорелся градусник и она вырубилась если кто скажет типа что если дальше поработала бы то вырубилась бы предполагаю что нет если не как-то не поднимать температуру искусственно типа не поднимать температуру в помещении и так далее потому что этой температуры 62 градуса она уже достигла где-то минут через 30 но 30 максимум 40 минут 30 где-то вот уже было 62 градуса и дальше остальное там больше часа она работала как бы не выходя выше но поэтому ну поэтому можно сказать что я погорячился и да чтобы ну помимо описанных до способов как избегать до перегревов там это там помним до высокий уровень температуры это там самолет всяких форма но вот но не надо подключать к быстрым зарядкам через powerbank вот ну то есть такой момент так такое такое такая версия мини мне уже подходит потому что во первых я не поливаю прямо вот такие вот типом оля там дуть стайл да там типа по три часа какие-то репортажки но если к примеру ты хочешь именно эту камеру да и хочешь вот таком стали до поливать но в студийных условиях но ты можешь как бы купить там есть там в разные конторы там от китайских дутил ты короче выпускай всякие обдувалки ну вот там не знаю 15 до 40 евро в общем это как бы короче можно с этим уже жить можно с этим что-то решать а вот мой предыдущий вот этот резонанс был по причине что типа вот она даже не писала то есть так ну в таком активном процессе не работала матрица с процессором она даже не писала и перегрелась и как у боже мой как же доколешь тогда вот то есть в общем то вот чуть-чуть параметр меняешь в плане зарядочки но опять таки я так думаю что если вот таких условиях будет эти съемка то там будут там всякие фальшбатареи стоит заглушки бла-бла-бла короче но это уже другая история это уже вообще не 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 об этом хотел я самое главное сказать что в общем то попробовал я просто в другую дырку засунуть источник питания и вот она уже дала мне другой результат если кому-то там интересно да дальше какие-то какая-то информация по этой камере вот я когда куплю наверное буду брать ее скорее всего я буду какую-то информацию дополнительно если чё-то я там важно обнаружу там публиковать а вот если чё-то я посчитаю что неважное но это важно для тебя то напиши чё тебе важно чё-то хотел бы там узнать там в будущем об этой камере и ну я я смогу там учесть пожелания зрителя и об этом рассказать попробовать что-то там ну и так далее все кратко опять не получилось